Вот вы первый раз участвовали в нашем клубе «Грознотаков», да, «Круглый стол» сегодня был. Спасибо. Вот разговор вам показался интересным или так себе? Мне кажется, что разговор интересен. Почему? Потому что он актуален. Произошло, понимаете, даже явление. Чрезвычайные события. Это действительно ЧС в сельском хозяйстве, когда на таких огромных площадях и вдруг резкое, буквально на глазах, пожелтение рассеянное. Казалось бы, неоткрытый. И недобор неизбежного урожая. Который, да, тянет за собой значительный недобор урожая, с которым действительно не знаешь, что делать, кажется. Ну, понятно, что там были нарушения технологических приемов, повышенная доза удобрения, необоснованной, может быть, обработки феницидами более ранней, которых, может быть, не надо было раньше делать. Ну, просто, причем все это было при значительном дефиците влаги. И почвенной, и воздушной. Растения и так испытывали огромный стресс. И плюс к этому еще стресс на русские пестициды, агрофимикаты и фенициды, и плюс еще произошли возвратные замазки. Это было 4 дня до минус 4 градусов. Минус 3, минус 4 градуса. Но это в тот момент, когда действительно колос формируется и выходит в колошение. Это очень ответственный, самый ответственный период жизни в женице. Поэтому, конечно, стресс был величайший. Растение мгновенно среагировало и на повышенные дозы всего, и на заморозки, и плюс, самое главное, дефицит, острый дефицит влаги. Поэтому произошло такое мгновенное пожелание. Понятно, явление неприятное, страшное, но я думаю, что этот разговор все-таки послужит хорошим каким-то подспорьем, подсказкой на будущее, что все-таки вирусы, возможно, там есть, понятно, что где-то по отдельной пьесе, но это не вирусная проблема. Это реакция растения, пшеницы на резкий средств. Да, и как-то реагировать на это нужно вот таким вот образом, как предложила Ольга Георгиевна. Фазы, они могут увеличиваться, могут сокращаться и в эти фазы работать. Вот как Ольга Георгиевна сказала, что именно надо соблюдать дозы и нормы миссии, и периоды важные, когда человеку надо. И что было в соответствии доз, там, фосфора с калием, калия с азотом. И второе, конечно, надо обязательно делать диагностику. Не думать, что это вот, а, обязательно делать диагностику на наличие элементов, или даже элементов, макроэлементов, или микро-макроэлементов. Если вы хотите внести 100 грамм азота, и через неделю еще раз 100, 100 килограмм азота, понимаете, даже очень много. Ну, сделайте диагностику. Тем более, что я помню, что из них там мало кто делал диагностику. Если бы они увидели, что резкое несоответствие, любой диагностик, который делал диагностику, который делал диагностику, сразу сказал, нет, вам азот не нужен, добавьте фосфор, понимаете. Ну, раз это было бы разошло, то в группе все это полечилось. Вам больше всех задавали вопросов, я заметил. Ну, и если бы были песчанокопцы, они бы, наверное, слишком, они бы, наверное, зазвонили. Да? Конечно, но люди переживают. Ну, жаль, ну, это-то годовой. Ну, да, конечно, многое сделали, дело разное. Тем более, у них надежды были очень большие. Они же заняли позавтракшу, что это первое место в районе области. И, понятно, осень была прекрасная в сходе, они видели. Весной взошли, нормально развивались. И они решили, может быть, они, может быть, для камеры, может, они решили еще быстрее подсимулировать более. Но если бы были осадки, это было бы действительно нормально, актуально. Не может быть бы и получилось хорошее урожай. Но сам стресс, ну, мы как ждем осадки, мы все. Вот-вот, кажется, ага, передают дожди, вот-вот. Приходит неделя, опять техника, опять. И все это сдвивается на месяц, понимаете. А в течение месяца они-то продолжали технологические дисциплины. И получились дополнительные стрессы. Ну, а то, что дискуссия, разные мнения были, это хорошо? Это хорошо, конечно, если это хорошо, конечно. Во-первых, тут единого мнения не может быть. Тем более, я слышала, что такое же на поле в Государском крае, там все-таки считаешься стандирусная задача. Ну, да, да, да. Ну, здесь, по крайней мере, здесь в нашей дискуссии пришли, что это технологические урожения. И там, я знаю, что к ученым было масса вопросов со стороны сельхозников. И они говорили, а почему же у нас это не сработало и прочее. Тем более, что, знаете, ведь... И проявления были другие. Да, вот большие эти потери, там, всего на 3,5 тысячи ехал. Но ведь 70 тысяч ехал в Песчаноковской ремне более-менее нормальные. Значит, кто-то правильно сделал, кто-то поддержал это. Не стал носить лишние удобрения, не стал лишние обработки. Может быть, еще по этому. Вам знаком вот наш портал Аграбута, нет? Да, да, я буду. Да, Аграбута. Там часто и ученые выступают, и интернет-порталы. Я смотрю подоколы из стола часто. Столы часто читаю в крестинги. Я помню, как первые, мне очень понравился. Я не знаю, как, я вот отношения... Ну, как, я тоже имею отношения. Велосковый стол по ноту. Помните, да, лет 4, может. Ну, вот даже 4-5, да? Да, это в Волгоградской области. Нет, он был здесь... Здесь вообще в Накраде, у Железной, наверное. Нет, он Железная присутствовала, но он был у вас. А, 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 а. Он крестьяне, да. Там было, кто не крестьяне, по-моему. Мне очень... Я почитала с удовольствием. Там и наши генерации были, и практики, и Железная, вот она использовала, и ученые там были. И вот здесь этот, с Дунгау, специалист. Мне, ну, мне кажется, у меня даже вот как специалист, я с удовольствием пришла, потому что новая культура появилась. Все казали, ой, у нас тут ничем не поражается. Его ни болезни, ни вредители. Пожалуйста, всего прошло 5 лет. У нас аскахитос, пожалуйста, поражает. Только так. У нас пошла генирующая муха на ноте. Понимаете, вот. Это большая проблема. У нас начали появляться кузыриозные введания на ноте. Поэтому, как только культура акклематизируется, приспособится к нашим условиям, так и появляется... Вот об этом же и Балашов говорил на нашу. Я не говорю о том, что это хлопковый сок, а именно специализируется. Татьяна Грёвина, спасибо вам за участие. Спасибо вам за интервью. До свидания. До свидания. Да, можно. Сергей Борисович, вот для вас сегодняшний разговор, он был в какой-то степени полезен? Вот что-то, какие-то мнения коллег, вопросы из зала вам показались интересными? Я не знаю, есть для вас польза? Конечно. Ну, первое, я хочу отметить то, что те люди, которые сюда пришли, остались, их интересовало... То есть, они были заинтересованы в получении информации о этой проблеме. Поэтому и высказывание уважаемых спикеров, конечно, как бы у каждого из них был определенный фактор, влияющий на эту пользу. И в совокупности складывается картинка. Разнообразно получилось, да. Конечно, и поэтому мне понравилось, мне понравилось в итоге заключение, как бы были подведены эти труды. То есть, это комплексная проблема. И согласен с тем, что просто обвинить вирус, как бы это беда, и этим скрыть другие, так сказать, недочеты, проблемы, я считаю, это неправильно. Да, это хорошее мероприятие. Поэтому мероприятие хорошее, и чтобы их побольше было. Ну и, конечно, чтобы было больше слушателей. У нас сегодня круглый стол, поэтому мы на публику-то большую и не рассчитывали. Круглый стол, обмен мнениями вот среди ученых и практик. Ну, если в этой части, я думаю, состоялся. Мы большие мероприятия делаем, там большая подготовка. Это День Поля, вот, допустим, там это уже мы созываем большое количество людей. А здесь мы объявления дали, кому интересно было, они пришли послушать, задавать вопросы. Мнение ученых и производственников, конечно, здесь, ну, они были хорошие. Вы чувствуете по себе, что интерес к биологии усиливается? Вот мы, например, это ощущаем у аграрив. Я хочу сказать просто по нашему предприятию, то есть мы как минимум 10% вот это минимум мы добавляем по реализации препаратов. Очень хорошо. По прошлому году было 33%. Да, да. То есть вот люди уже пришли к выводу, что достигли пика определенного по химии и дальше она не дает того результата. Понимаете, в данном случае мы же не говорим о том, что мы не признаем там химические средства защиты. Мы говорим о разумности. То есть если вот здесь работает биология, вот ее надо применять. Да, да, да. Сократим мы химическую обработку на одну, на две. Ну, это для всех хорошо. Поэтому где надо работать, ну, правильно ученые у нас говорят, и Смаила, в частности, и в НИФБЗР. Говорят, химией надо работать только когда уже все, деваться некуда, надо гасить пожар. А вообще-то мы должны работать на профилактику, поддерживать растения, так сказать, пособствовать, так сказать, повышению иммунитета, в том числе устойчивости к различным факторам и болезней, и вредителей, и, как бы, питание. Вот все это в совокупности дает развитие. Я вообще. Спасибо.